Как называется воображаемая линия на поверхности Земли, севернее которой возможны полярная ночь и полярный день? Именно таким стал первый вопрос, на который предстояло ответить челябинцам. Жители города пришли в Юргу, чтобы принять участие во Всероссийском географическом диктанте. Естественно, Южно-Уральский госуниверситет как национальный исследовательский не мог пройти мимо этого события, остаться каким-то образом в стороне. Более того, и среди студентов, и среди сотрудников университета интерес к мероприятию был очень высок, поэтому я считаю, что вполне естественно, мы стали одной из базовых площадок проведения Всероссийского географического диктанта. Тема диктанта «Моя страна, Россия». У участников есть 45 минут на выполнение заданий. Тест состоит из 25 вопросов, которые проверяют знания географических понятий, терминов и расположения объектов на карте. Хочу собственные знания проверить. Я очень заядлый турист, и мне очень интересно, какой уровень моих знаний. На возможность участия в географическом диктанте не влияет возраст или уровень образования. В Юргу написать географический диктант пришли как пожилые люди, так и школьники. Сегодня мой день рождения и начало каникул. Я думала, как провести свой день рождения, и решила пойти на географический диктант. Я думаю, это будет очень интересно для меня, потому что география – один из интереснейших школьных предметов. Я очень люблю путешествовать по своему краю, по России, очень люблю свою страну. В Юргу географический диктант написали и курсанты авиационного училища. Будущие летчики быстро справились с заданиями. Большинство из них сдали бланки досрочно. Впечатление только самое лучшее, потому что данный диктант помог мне проверить мои знания в географии. Когда еще до того, как я поступил в Чувакуш, я увлекался географией, я путешествовал, ну и просто сам для себя изучал. Как показал диктант, я, впрочем-то, все-таки что-то выучил, все-таки что-то знаю. Если в следующем году будет проводиться снова географический диктант, я, конечно, с радостью приму в нем участие, так как я смогу вновь проверить свои знания и оценить себя по доставинству. Всероссийский географический диктант проводится впервые. Его главная цель – оценка уровня географической грамотности населения и последующая разработка рекомендаций по улучшению качества географического образования.